В августе перчики необходимо поливать чуть меньше, чем в июле, но достаточно для того, чтобы корни постоянно были увлажненными и особенно при внесении удобрений. Растение не сможет усваивать полезные для себя микроэлементы из сухой почвы и любое удобрение, которое вы внесли в сухой грунт, никогда не попадет к корням куста. Из-за низкой концентрации влаги в почвенном растворе растения получат меньше питания, будут неустойчивы к болезням и вредителям, быстро прекратят плодоносить. Но и переливать почву влагой и удобрениями тоже нехорошо, поэтому поливаем перцы 1-2 раза в неделю и вносим в середине августа финальную подкормку этого сезона, поскольку даже самые поздние сорта перца в теплицах будут плодоносить, ну максимум до начала сентября, не позже. Чем же подкормить? Конечно, это калийно-фосфорные удобрения. Отлично подойдут монофосфат калия, суперфосфат калиймагнезия и серно-кислый калий. Любое из этих удобрений берем по 15 граммов на одно ведро воды, тщательно размешиваем и льем под корень. Калиевая селитра в августе уже не подойдет, так как это азотосодержащее удобрение, которое даст ход развитию зеленой массы. Но в это время развивать листья и плоды одновременно растение уже не сможет. Если вы хотите получить еще больший эффект от этих удобрений, лучше всего сделать листовую подкормку опрыскиванием. Так гораздо быстрее усваиваются полезные микроэлементы, пусть и в чуть меньших количествах. Навоз, перегной и куриный помет тоже не вносим. Зато можно использовать настой из древесной золы для полива перчиков, а еще для защиты от болезней на финальные несколько недель можно опрыскать перцы борной кислотой. Она не замедлит, а наоборот может ускорить формирование завязей на кусте.